Доброе утро! Просили сказать, сколько я воды заливаю в Геркулес. Значит, вот я насыпал 50 грамм овсяных хлопьев, я обнулил весы, теперь заливаю кипяток. Ну вот, где-то чуть больше 100 грамм, 116 в данном случае. Теперь накрываем крышкой на полчаса, посмотрим, что получилось. Так, кашка постояла у нас 30 минут, как видите, немножко воды еще осталось, то есть все она не впитала. Надо либо чуть меньше воды наливать, либо подольше ей постоять. Я думаю, что 100 грамм воды будет в следующий раз достаточно, так что берите на заметку. 50 грамм сухих хлопьев овсяных и 100 грамм водички, кино кипятка в моем случае. И все, и полчаса настаивать. И самый раз. Потом немножко сахарозаменителя, по желанию, и обязательно немножечко оливкового либо льняного масла. Кушайте, приятного аппетита! Так, и вот давайте завесим грецкий орех, к примеру. Он у меня уже всю ночь пролежал в воде. Вот замоченный, значит, тарелочку я поставил на весы, обнулил. Вот насыпаю вот такое количество. Видите, 25 грамм показывает. Это где-то вот 3 ореха, чуть побольше даже, 3,5 ореха целиковых, если почистить. Вот такое количество, это 25 грамм примерно. Ну, в зависимости, конечно, еще от размера орехов. Ну вот, 3 ореха, я думаю, оптимальный вариант. Это всегда будет от 20 до 30 грамм, потому что орехи у меня довольно крупные. Так, теперь взвешу сыр. Сколько я ем кусок сыра, видите, он довольно толстый. Ну, я покупаю такой твердый сыр, чтобы немножко вонючий был, какой-нибудь швейцарский, люблю хороший сыр. Кладем на весы. Вот, 28 грамм. Нарезаю я произвольно, но все время получается плюс-минус одинаково. Вот другой кусок для примера. Видите, он более толстый, но более узенький. То же самое примерно. У меня все время куски получаются 25-30 грамм. Ну, я считаю, это нормально для завтрака, к овсянке и к орешкам, то, что вам нужно. Итого у нас получился вот такой приятный, сытный завтрак. Первый прием пищи. Повторяйте. Всего доброго, худеем дальше.